15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходил под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». С какими нарушениями чаще всего сталкиваются наши потребители и куда им обращаться за помощью? Узнаем у нашей сегодняшней гости. Это Галина Николаевна Горбачевская, первый заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома. Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Николаевна, хочу сразу спросить у вас. А бывало ли у вас такое в жизни, что вам приходилось бороться за свои права как к потребителю? Конечно. Каким образом? Расскажите. Приходилось обращаться к продавцу, даже приходилось обращаться к исполнителю и выяснять моменты, которые меня волновали. Потому что я женщина, в технических вопросах я очень мало чего понимаю. Меня волновали вопросы, я выясняла. Если в ходе наших обсуждений я усматривала, на мой взгляд, я усматривала, что меня пытаются ввести в заблуждение, то мы открывали спор. Как много жалоб связано с интернет-торговлей? Нельзя сказать, что сегодня много обращений на интернет-торговлю. Вызывают настороженность и опасение те обращения, которые связаны с недостоверной информацией о том или ином интернет-магазине, о той или иной интернет-площадке. И вот здесь это для того, чтобы защитить потребителя от этого, Министерство антимонопольного регулирования и торговли на своем сайте создали доступ к интернет-ресурсу, так называемый торговый реестр, когда потребитель, выбрав услугу, либо выбрав товар в интернет-магазине посредством ОНН, это учетный номер плательщика, ОНП, простите, может выяснить, а данный интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре или нет. Если интернет-магазин зарегистрирован в торговом реестре, то потребитель может смело заказывать тот товар, который ему понравился. Если того или иного ОНП не найдет в торговом реестре интернет-магазина, то потребителю просто просьба, информируйте, пожалуйста, местный исполком о том, что вы установили. Мы тоже проводим мониторинг интернет-магазинов, которые размещаются в сети интернет, но бывает всякое. Поэтому вот эти моменты есть. К сожалению, они есть и на сегодняшний день. А сколько обращений поступило именно в День потребителей к вам? В День защиты прав потребителей у нас в области работали консультативные пункты. И таких пунктов по области было порядка 60. За время работы консультативных пунктов к нам поступило порядка 80 обращений граждан. Но что это были за обращения? Это были консультации. Если еще несколько лет назад, ну будем говорить 5 лет назад, людям чаще задавали вопрос, что мне делать, если я купил тот или иной товар, как я могу вернуть свои деньги, как я могу его обменять. То есть по рекламации. Да. То сегодня люди задают вопросы, а что делать, как правильно выбрать бытовую технику, как правильно приобрести товар в интернет-магазине, как правильно поступить с покупкой крупногабаритного товара и так далее. Можно сказать, потребитель, наверное, поменялся, да? Поменялось потребительское сознание. Когда был дефицит, мы покупали все, как будто бы это последнее в нашей жизни. И мы должны были купить сегодня и сейчас и все. Когда нет дефицита, есть выбор у потребителя. Потребитель понимает, что если не сегодня, то завтра приобретут этот товар. И лучше я поинтересуюсь, чтобы обезопасить себя, сохранить свою, извините, нервную систему и напрасно не потратить деньги. Как говорят, семь раз подумай, один раз положи в корзину интернет-магазина. Сегодня с нами была первая заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Галина Николаевна Горбачевская. Галина Николаевна Горбачевская